Дорогие друзья, я всем желаю Шана Тува Умытука. Мы желаем друг другу хорошего и сладкого года. Что означает хорошее? Понятно, чтобы все было хорошо. А что такое сладкий год? Это значит, что Всевышний все делает для нас, для нашего добра. Но часто мы этого не видим, и мы не понимаем, ну почему нам это Всевышний посылает, зачем? И мы просим, дай нам сладкий год, чтобы мы сразу понимали, где же в этой ситуации, вот то, что произошло, где же в этом сладость, где же в этом добро для нас. Сразу мы хотим, чтобы было все хорошо, и чтобы мы видели, что все хорошо. Шана Тува Умытука. Всем вам, дорогие друзья. Итак, перед Рос Шана хотел вам рассказать очень-очень важную вещь, которую обязательно нужно помнить перед судным днем, перед Рос Шана и перед Дем-Кипуром. Написано в недельной главе Ноах, что люди, к сожалению, упали очень сильно духовно, занимались грабежом и развратом, и Всевышнему пришлось уничтожить абсолютно всех, кроме Ноаха, его семьи и ковчега, в котором поднялись все животные для продолжения жизни после потопа. И здесь очень важно обратить внимание, что Тора говорит, что Ноах возьми там животных парами, чтобы они могли размножаться, и после них появились другие животные. И написано, что Ноах так и сделал. И поднялись вот эти вот пара, там, коровы с быком, Тора их называет, поднялись они в ковчег, и что муж с женой поднялись в ковчег. Как такого можно понять? Почему Бог, почему Тора называет, что бык с быком пришли, а на них называют муж и жена? Как можно назвать животных? Они же не люди. Как можно вообще назвать их муж и жена? Откуда вообще такая терминология взялась по отношению к животным? Говорят нам наши мудрецы, здесь кроется важнейший урок. Они нам говорят, мудрецы, так, что в те времена, как известно, люди очень сильно упали. Но также животные, они же, люди влияют на животных, животные на людей, также животные брали пример с людей и тоже упали в духовном плане ниже некуда, и начали спариваться с разными видами. Это был ужасный кошмар. Поэтому Всевышнему пришлось всех уничтожить, раз в истории, потому что люди, разврат, грабеж, и даже животные начали спариваться с разным видом. Что происходит? Приходится всех уничтожить. Говорят нам наши мудрецы, что раз ты, бык и корова, живешь в чистой, в нормальном своем состоянии, ты остался чистым, и ты не уподобился тем животным, которые упали духовно и которые спариваются с разными видами, ты остался чистым, несмотря на то, что это для тебя естественное состояние. Но раз твоя среда, которая тоже на тебя влияет, так низко упала, а ты остался нормальным, мы тебя хотим уважить, и мы тебе хотим сказать, что ты себя ведешь как человек. А как животное можно назвать, что оно себя ведет как человек? Муж и жена. Откуда такие термины? Но нужно знать, говорят нам наши мудрецы, когда все ужасно плохо в духовной сфере, а ты остаешься нормальным, твои деяния, они теперь не просто нормальные, они умножаются в тысячную степень. Ты животное, которое не спариваешься с чужими видами, ты остался чистым, мы тебя назовем муж и жена, мы тебя животное, безмозглое, которое просто животное, но мы тебе даем статус человека, мы вам даем в вашей чистой паре, мы вам даем статус муж и жена, чтобы научить нас, людей, ведь Тора написано для людей, не для животных. И Тора нас учит, запомните, дорогие друзья, когда все очень плохо духовно, когда вокруг вас люди не ищут Бога, не занимаются добром, а ты занимаешься добром, ты ищешь Бога, твои поступки очень-очень высоко ценятся на небесах, и все умножается, умножается в тысячной степени. Точно так же, как животное назвали человеком. За что? Просто потому, что оно живет так, как должно жить, и спаривается только со своим видом. Но когда все плохо, когда мы говорим про поколение потопа, которое пришлось уничтожить, а вы остались в чистоте, то вы уже, Тора вас уважила и назвал вас Бог муж и жена, потому что ваши деяния, они растут в тысячи раз. И нужно знать, дорогие друзья, если вокруг нас находятся грешники, если мы сами вчера не очень соблюдали, а мы сегодня соблюдаем, то есть на фоне самих себя мы растем, или мы растем на фоне других, которые тянут нас за собой вниз, наши деяния умножаются в тысячи раз. И поступок, который мы делаем в чистоте, когда вокруг нечистота или от других людей, или вокруг, когда нечистота от нас самих, которые мы были вчера, но сегодня мы хотим быть лучше, и сегодня мы растем, этот поступок умножается в тысячи в тысячи раз, и эта заслуга невероятна на небесах. Всем желаю еще раз шана ту вауми тука, давайте двигаться вперед, и дай нам Бог хороший и сладкий год.